Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames и мы продолжаем играть в игрушку под названием Prehistoric Kingdom. Собственно, вышло 9-е сочное обновление, которое многие-многие ждали. Собственно, если хотите узнать, что по изменениям, ссылочку на Steam я оставлю в описании, можете все посмотреть, почитать. Также в группе ВКонтакте Prehistoric Kingdom много чего интересного. Ну, сразу начну с того, что за самые лучшие сочные комментарии вы будете попадать в Зал Славы. Я сделал новый Зал Славы, и вот эти комментарии самые лучшие, на мой взгляд. Поэтому добро пожаловать в Зал Славы, MoonTopGames и Lugin, я не знаю, приписка 892, в общем, Lugin. Молодцы, ребята. Если хочешь попасть в Зал Славы, оставь какой-нибудь оригинальный коммент под этим роликом. Короче, короче. Ну что ж, давайте сразу посмотрим. Что по динозаврам. Собственно, у нас есть... Я уже их открыл. Первый вид это уранозавр. Вот, смотрите. Три подвида. Ну, собственно, мы их сейчас будем разводить. Я немножко покопил финансы. Первый уранозавр. Это, как я понимаю, хищник. Плюс полуводный. Создадим ему болотные биомы. Такие, как у Дейна Хэруса, да. Собственно, у нас в парке есть он. Следующий это мутобурозавр. Также я открыл все три подвида. Могу ошибаться, но это, по-моему, травоядный. Ну, может быть и хищник. Так, сейчас глянем. Так, и у нас есть еще два интересных вида, которые, к сожалению, я пока не открыл. Если в этой серии не открою, значит, снимем отдельный обзорчик. Это... Давайте поглядим. Во-первых, это... Кархарадонтозавр. Кархарадонтозавр, да. Ну, простите, я могу неправильно выговорить. Ладно. Короче, Карха. Прекрасный хищник. И очень большой, страшный, злой. Короче говоря, огромный мясоед. И куда же без спинозавра? Я думаю, спинозавра ждали многие любители этой игрушки. К сожалению, они у меня не открыты. Мне нужен рейтинг 4 звезды. У меня 3 звезды. Не хватает маленько. Ну, собственно, давайте сейчас откроем их. И я сделал специально два отдельного вольера. И я не буду их в общий, в один вольер с хищниками запускать. И мы там и так тесно, короче говоря. Я, конечно, знаю, понимаю, свобода действий. Жизнь не в зоопарке. Животные должны ни в чем себя не ограничивать. Но я все-таки сделал здесь один вольер отдельно. И второй вольер вот здесь слева. Вот тут побольше. Кстати, да. Уже огромный бассейн воды. Далее. Далее. Что примечательно. В этом обновлении животные теперь очень хорошо даже нежатся на соломенных подстилках. Посмотрите. Давайте приблизимся максимально. Сейчас я вам все покажу. Так. Наверное, можно запустить игру. Да. Это одно из прекрасных таких нововведений. Они заходят в эти огромные вольеры, дома и спят на подстилках. Так. Еще суперкрутое. То, что теперь животные плавают. Да. Они могут заходить в воду и плавать. Посмотрите. Малыш. Протоцератопс. Нежится в холодной воде. Здорово, да? Хочется посмотреть, как огромные динозавры будут заходить в воду. Так. Вот сейчас мы это посмотрим. Давайте в наш инкубатор. Сразу в наш инкубатор. Лаборатория генетики. И посмотрим нашего уранозавра, собственно. И выведем еще мутаброзавра. Давайте. Я даже не знаю, поскольку особи и разные виды. Ну, в сравнении с человеком, не такой уж и большой. Не больше, да? Ну, больше метра, наверное, два. Два с половиной с его горбинкой. Вот. Так. Ну. Что ж, давайте. 80 тысяч долларов у нас хватает. 422. Самец. Давайте начнем с первого вида. Один самец. Так. Здесь давайте. Самку. Так. А самец и самка. Виды. Виды сразу посмотреть. Они никак не отличаются ростом. Либо какими-то еще примечательные знаки какие-нибудь есть. А скинами тоже не отличаются. Хотя. Хотя нет. Самцы. Они чуть светлее. Самочки потемнее. Ну, ладно. Самца. И вот этот под вид спектрум. Давайте. Самку. Давайте самку. Отлично. Так. Ну и сразу же выведем мута бурозавра. 100 тысяч. Отлично. Хотя бы на один вид. На один вид. Вот с этим скином. Так. Они у нас 50% любят воды. Минимальный размер вольеров. Почему-то не написано, сколько им нужен вольер. Тропические. Тропические болотные. Такие угодья им нужны. Я так понимаю. Ну, давайте с тамку. Мута бурозавра. Поехали. Все. Хватит пока на этом. Итак. Пока у нас идет инкубация. Последим за другими животными. По оптимизации. Меня кто-то спрашивал. По оптимизации. ФПС у меня проседает. Проседает ФПС. Огромное количество людей в парке. Ну, нет. У меня проседает тогда, когда плохие погодные условия. И когда начинается ночь. Огромное количество фонарей у меня установлено. Что еще прикольное? Такое вот меню погоды. Я не знаю. Я не замечал его в прошлой версии. Но теперь мы можем, короче, менять смену дня или ночи. Остановить либо чисто день, либо ночь. И погоду менять также. Это классно. Это здорово. По модульным конструкциям. Там, по-моему, тоже какие-то сооружения для посетителей появились. Люди теперь не так себя уж и тупо ведут. Все-таки есть. Есть изменения. Они подходят вот к этим. Давайте я вам покажу поближе. Вот к этим наблюдательным таким вышкам. Да, они стоят толпами, изглазеют, смотрят. Так. Ладно. Прекрасно. Подвиды у меня еще пока вроде бы не вывелись. Сейчас мы зайдем в наш инкубатор. В наш инкубатор посмотрим. Так. Парацеротерии пошли в тенечек. Жаркий день выдался, однако, да. У меня еще была беда здесь. У меня здесь столько было насрано. Простите за такие слова. Так много гадят, что мне пришлось накидать еще, наверное, около 20 термитников. А именно у Парацеротерии. И вот здесь, где у нас все травоядные тусят. Так. Ну, давайте посмотрим. Инкубатор. Раскопки. Нет. Раскопки нет. Не то. Слоты разведения. Уранозавр. У нас есть уже два самца уранозавра. И мы будем их сейчас выпускать. Обязательно посмотрим. Посмотрим на них. Так. Ну-ка. Я хочу, знаете, что сделать? Сравнить его с каким-нибудь... Каким-нибудь Терексом. Где у нас Терекс? Вот наш Теранозавр. Ну, намного меньше. Намного меньше, конечно. По росту, наверное, с какого-нибудь Смайозавра, я думаю. Так. Ну, давайте вот сюда выпускаем. Уранозавр. Вот таких три подвида интересных. Прекрасно. Посмотрим немножко за их действием, да? Ах, вот коллизию. Коллизию бы им надо бы. Вот разработчикам надо внести коллизию. Ох, поплыл, поплыл. Вы посмотрите, как прекрасно. Все-таки здорово. Это уже что-то. Уже что-то в этой игре. Есть изменения. Они прекрасны. Они мне нравятся. Давайте нажмем на камеру. Вот это здорово они сделали. Классно. Так. Угу. Я понял. Все. Нам нужно сейчас здесь сделать обязательно биомчик. так поставить. В принципе, в принципе, даже так они ничего смотрятся. А как они кричат? Какие они звуки могут издавать? Какой-то дальний потомок спинозавра, да? Что-то похоже. Тихий крик. Морда похожа, кстати, на Дейна Хейрус. Схожа мордочка. Так. Ну, давайте далее у нас там. Кто у нас следующий? Ага. Я понял. Вот и барозавр. Для него заготовлен вообще отдельный вольер. Кстати, я думаю, что если эти виды у меня сейчас появятся, у меня хотя бы будет рейтинг парка возрастет. Ну, а почему вид? Вот. Прекрасно. Как же я хочу вывести спинозавра? У меня прямо уже прям ляжки трясутся, честно. Общая привлекательность. Три звезды нам даст? Это хорошо. Это очень хорошо. Так. Обогащение среды. Ему не нужны никакие термитники. Я понял. Воды. Ему надо здесь воду. И, по-моему, 50 даже, ну да, 50 процентов воды. Наверное, можно чуть-чуть поглубже как-то сделать. Глубину, наверное, сделать метр-два. Размер. Размер, ну, не такой слишком большой. А, кстати, вот сейчас, по-моему, не показывается. Так, все нормально. Да, здесь не показывает вроде бы, сколько, какой у него должен быть вольер размером. Так, луговой, болотный. Так, вот этот нам нужен. Биом. У нас тропический. Так, тропический биом. Это пастбище. Пустыня. А у него, по-моему, есть пустыня, да? Я могу ошибаться. Луговой, нет. Пустарник. Умеренный лес. Пустыня. Пастбище. Вот пастбище. Замечательно. То, что ему надо. Все, по биомам у него все хорошо. Что это был за звук, я не понял. Вот. И тропический биом. Замечательно. Замечательно. Я думаю, наверное, здесь надо все-таки было воду поглубже сделать, чтобы ему плавать. Хотя, в принципе, он и так как-то наполовину зашел, вышел, не особо любит купаться. Я так понимаю. Такс. Ладно. Вернемся к нашим уранозаврам. Посмотрим, что у них там вообще. Ага. Кормушки надо раскидать. Блин, надо мутабуразавру тоже накидать кормушек, а то он у нас с голову начнет помирать. Давайте пару кормушек. Ну, какие фрукты и овощи? Ну, конечно же, мясо, наверное. Можно, наверное, и рыбы. Так. А в этой? Так, там у нас рыба, здесь будет мясо. Во. Нет доступного корма. Ладно, сейчас мы закажем. Рыбу будешь есть? Не хочет. Сразу мясу. Правильно. Зачем нам рыба, когда мы можем есть большие куски сочного мяса? Совершенно согласен. Молодец. Правильно. Так, пополним кормушки. Но что-то не так. А что не так? Вода. Воды слишком много, я смотрю. Давайте, ладно, сейчас разберемся с этим. Во-первых, мы уберем воду. Вот здесь, наверное. Вот так. Отлично. Так, тропический лес. Плотность, наверное, чуть поменьше. Так, слишком много других биомов. Луговой биом. Вод на болотные. Вот, у них, по-моему, вод на болотные угоди же есть. Нет. Тропики. Чуть побольше. Этим тяжело очень управлять. Мне в последнее время что-то это тяжело дается как-то. Я мог, кстати, где-то что-то упустить. Если что... Вот, пустынный биом. Пишите комментарии. Пустыня. Можно как-то ее удалить сразу отсюда? Удаление деревьев. Ну-ка. Ага. Ну, у меня удаляются, по-моему, у меня удаляются все деревья, я так понимаю. Лес. Ладно, давайте попробуем луговой. Он у нас... Пастбище. Я так понимаю, это у нас пастбище, правильно? Прибрежный? Да, вот, пастбище. Он есть. По биомам плохо, конечно. Но это все очень долго делать. Рейтинг 3. Так, мы заработали 3 звезды. Это хорошо. Мне это нравится. Давайте можем воду там что-нибудь им раскидать. Вот так. Может быть, пониже сделать здесь. Ладно, не будем сейчас этим заниматься. Добавим вот так песочек по краям. Сделаем так условно, чтобы они чувствовали все-таки, что, да, большое озеро. Они туда будут приходить и нежиться. Вот так. Отлично. Так, земля, грязь. Грязь в болото. О, не то чтобы болото. В общем, бог. Я думаю, вот так нормально будет. Что ж по кормушкам им не так? Чего им не хватает? Так. Там вообще было заявлено, что это хищники, как я понимаю. Раскопки, стойте, слоты, разведения. Нет. Так, мясо. У нас, может быть, мяса нету. Надо завести. Я думаю, что, короче говоря, спинозавра и карха мы посмотрим с вами в следующей серии. Немножко не хватает звезд. Так, где это? Ну. У нас мута. Это хищник. И уранозавр. Это у нас тоже хищник. Блин. Ну, я даже не знаю, в чем проблема может быть. Обогащение. Ну-ка. Давайте блок замороженных фруктов накинем. Кровавую тыкву вряд ли они будут есть, конечно. Так, навозный жук у нас вообще не нужен. Термитник поставим. Термитник. Еще кормушку. Пару кормушку. Так. С фруктами. Растительная пища. Стоять. То есть... А, они все ядные, что ли? Я что-то не понимаю. Короче, пишите в комментариях. Мне казалось, что это хищник. Ладно. Вернемся к уранозавру. Плещется. Плещется. Довольный. Довольный. Мясо, рыба. Давайте рыбу оставим. А теперь я хочу посмотреть на гигантов. На гигантов. Что происходит у них там. Вообще, я хочу посмотреть, как плавает какой-нибудь Терекс. Но слишком мало воды. Это можно будет отдельно потом подшаманить, сделать. Еще бы можно было бы как-нибудь кормушки отдельно ставить на тайминг, чтобы они пополнялись. Было бы круто. Гиганты большие пойдут в воду. Может быть, им здесь углубить? Вот в чем. А давайте я это сейчас сделаю. Чего нет? Так. Давайте углубим. Так. Спокойная вода бурная. Спокойная. И чуть пониже глубину поставим. Три метра. Для больших динозавров. Чтобы они туда заходили. Полностью утопали у нас. Полностью. Вот так. Все-таки, наверное, надо будет потом отдельно для гигантов сделать. Хотя, зачем? И мы так здесь нормально. Посмотрите, как они все нежатся. На вот этих соломенных, да? Подстилках, блин. Классно. Можно, кстати, не обязательно под вольерами делать. Можно прямо-таки делать на земле. Где-нибудь ставить эти... Ложить эти подстилки. Не обязательно, чтобы они были внутри каких-то вот этих вот... Защитных сооружений для животных, да. Еще мне понравилось то, что теперь... Помните, да, баг был, когда мы чинили какую-нибудь инфраструктуру. Вроде бы деньги списывают. А тот же вентилятор какой-нибудь, электрический, да, он... Ну... Не восстанавливается. Он дальше дымится. Показывает, что якобы он сломан. Это вроде бы тоже поправили. Это отчасти классно. Да, к сожалению, мне, конечно, не хватает пока монет. И монет, и звезд. Но я думаю, немножко я с этим отдельно посижу, поиграю, чтобы как-то увлечь на этим рейтинг парка поднять. Чтобы открыть спинозавра. И мы посмотрим его в следующей серии. Я сделаю отдельно вольер. Лес. Вот. Надо как-то удалить вот этот вот лесной. Но, видите, блин, если было бы отдельно удаление лесного биома, то нет. Здесь почему-то оно так не работает. Удаление дерева. Но давайте попробуем. У нас, скорее всего, вот здесь что-то лишнее. Я попробую убрать. Повлияет ли это? Нет. Разнообразие биомов. Ну, это понятно. Они друг с другом не стыкуются здесь. По краям вот так сделаем пустынный биом. Странно, сразу шкала не заполняется. Давайте его приведем сейчас в белую шкалу. Чтобы все работало. Оп. Отлично. Отлично. Экспозиция вроде бы получше стала. И даже никто не ругается. А что они делают? Они... Смотрите, уранозавр у нас тер спину об кактусы. Нормально. Нормально. Так, ладно. Тогда вернемся по-быстрому. Мута буразавру. Куда он делся? А, вот он. Прячется, прячется. Можно, в принципе, ему еще одну усып вывести. Чего он здесь один ходит? Лес. Ну, да я скажу, что экспозиция нормальная. Даже ничего. Не вижу смысла что-то нового делать. Да, у нас потихоньку рейтинг парк все-таки растет. Это мне отчасти нравится. Поэтому следующий ролик сделаем отдельно по спинозавру и карха. В общем, вот как-то так. Ну, палец вверх, подписка на канал. И пиши комментарий. Самый интересный и лучший. Экстравагантный, так сказать. Будет вот здесь. Да. Вот. Человек, написавший его, попадет в третий зал славы. Все. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok